Итак, здравствуйте, ребят, с вами Валерий Болсыновский. Поговорим сегодня о Серёже Филькине, парень, у которого начало потиху получаться. Мы сравним результаты где-то с декабря 22-го года по март 23-го. Итак, на данный момент идёт становление, но человек пришёл вообще, грубо говоря, полный ноль. Поэтому, конечно, нелегко было. Итак, одно из первых заданий, которое свалилось как снег на голову, это было задание ТОГа, это библиотека ТОГа от Расселаки и Тамаги, и файл АП. Пай, понятно, что для новичка это дело сложное, но, тем не менее, здесь же не важен, что вот человек пришёл, а вот я вот всё понимаю. Ещё раз говорю, ребята, когда важен принцип. Есть две вещи, которые делают работу программиста, работой программиста. Это работа с документацией раз, работа с исходным кодом два. Очень много ребят пишут чего-то там, ходят на какие-то сайты, делают какие-то задания и пишут всё, что не имеет отношения к реальности. Есть реальность программиста. Реальность программиста находится в исходных кодах, где есть методы, принципы и где надо и учиться. На тот момент будем говорить так, конечно, за старание, за то, что не побоялся 5 с плюсом. Ну и понятно, за задание кол с минусом, это понятно. Но, смотрите, это я имел в виду раньше, да, но прошло время, и он начал описывать. Ну как можно программировать, если мы не можем прочитать файл? И прошло немножко времени, он уже начал писать правильно, да, вещи. Создаём конструктор класса, в котором два обязательных, неименованных, позиционных аргумента. SelfUp, правильно бы назвать, было параметры, аргументы то, что передаются. И один позиционный аргумент это Rable. Дальше, атрибут. То есть здесь, здесь уже сказать, что совсем ничего не получается, нет. Но, ребята, ведь не в этом же дело. Дело в том, что человек начал работать с исходным кодом. Пройдёт 4-5 месяцев, и этот файл будет считываться как книга. Всё останет на свои места. Что главное сделал Сергей? На-ч-а-л. Начал. Вот на тот момент его комментарий. Сейчас уже вижу много недочётов. Косяков в моём файле это ранее он описывал. В данный момент пишу новый файл, переосмыслил, всё расставляется по полочкам. Человек начал работать. Тем не менее, этот файл что дал Сергею? Понять, что он ни хрена не знает. Вот что. Понимаете? Можно писать кучу функций, решать кучу заданий там на каких-то сайтах, делать там примеры какие-то. Но это ничего не будет иметь отношения к реальности. Вот смотрите. Ну, сюда привожу пример. Есть автомобиль. В нём есть в головке блока цилиндров свеча. Вы можете сколько угодно брать свечу и идти куда-нибудь вкручивать. Но автомобиля вы так и не видели. И в конце концов вы её туда и не вкрутите куда надо. Есть исходный код. Надо именно скакать, отталкиваться, как хотите называйте, от исходного кода. Серёж, мы сейчас посмотрим. Я знаю, что ты вырос, мы это покажем. Но сейчас вот, когда ты вырос, да, пришло то время, когда ты должен дать чёткие определения. Дать чёткие определения. В первую очередь себе. Смотрю на строку, да. Вот у нас метод. И нет. Даю определение, что это. Начинаю с параметров. Сельф и пошло определение. Ап пошло определение. Это рейбл пошло определение. Понятно, в данном случае, вот мне стало понятно, что в данном случае проблема в функциях вообще полностью, полное отсутствие. Ну, из чего я сделал такой вывод? Ну, во-первых, вот смотрите, допустим, на тот момент Сергей писал, не понимаю, что значит. То есть, что это значит? Иными словами, он не читал файл. Он не знал, откуда его читать. То есть, он выбирал, что вот это вот вроде понимаю, а окинуть весь файл он не может, да. Чтобы, ребята, было более понятно, кто начал с этого видео, как раз по этим вещам я делал видео крутой Python. Вот оно, да, будет в описании. Хотя, на самом деле, на самом деле пришлось отвлекаться. На самом деле, все банально просто. Если он обратил внимание на начало файла, допустим, тот же mutable.z, да, то понятно, он откуда-то взялся, нашел бы импорт и начал бы именно с документации, да, то сразу бы, сразу же, в течение одной секунды, стало все на места. Но для этого надо опыт. Правильно. И здесь, когда мы смотрим mutable.z, мы сразу получаем ответ. То есть, вот вбитые методы. И абсолютно верно. Если бы мы открыли, мы все эти методы увидели. Далее. Если класс имеет начальные значения, то понятно, что зачем-то они здесь нужны. При этом здесь четко присутствует описание создания окна. То есть, речь идет о создании окна. То, что я говорил, мы писали, это все делали. Если бы далее обратил, ну, как раз тот момент у него и выпал, да. Если мы посмотрим, то как раз на том месте, где складывается логика дальше, да. Он написал, не понимаю, строку. Хотя на самом деле, на самом деле, что надо было сделать? Надо было, по крайней мере, опять зайти в документацию. Для новичка надо было найти все элементы в документации. Кроме iterable. Почему? Потому что iterable, мы видим, это параметр, который определен. Но nona надо найти. Почему? Потому что nona надо тоже знать. Это же тоже значение, да. Но все это со временем придет, конечно. Здесь видно, что это множество. И сразу у нас становится все на места. Весь класс будет работать со множествами. Тем не менее, уже здесь... Здесь... Сейчас, секундочку. Здесь, если бы нашел, сделал правильно сет. Сет это множество. То даже если бы сюда дошел, то увидел бы сет, да. То есть... На самом деле, что дальше? Что дальше? И дальше все, что было на тот момент, я позже, Сергей, это исправил. Опять же, нежелание, незнание того, что надо залезть в документацию. И sub, и ad, да. Вот написал, alter, не понимаю, что значит. Хотя в документации просто это параметр по умолчанию, обязательный позиционный параметр, который требует обязательной передачи. Иначе как же будет метод работать? Поэтому на самом деле, на тот момент самая большая прореха была, это отсутствие работы с документацией. Не будем дальше ударяться. В данном случае, какой выход? В первую очередь, надо научиться работать с функциями, и с параметрами функции. Тогда дело пойдет. То есть, сделать осмысленным чтение работы параметров. Параметры это то, что и дает всю логику. Второе, продолжить работу с исходным кодом. Третье, начать работать с документацией. Но с документацией начать работать серьезно. Четвертое, заняться определениями, что передо мной. Вот смотрите, Дима из Белоруссии, из своей торнадо. Вот это уже не упустил. То есть, даже импорт. Из модуля коллекшн под модуля абс, 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 импортируем класс mutable set, изменяемое множество. То есть, все четко поставил уже на места. Это инициализация экземпляра класса. Понимаете? Инициализация экземпляра класса с одним позиционным параметром и одним именованным параметром. Дано четкое определение. Дальше поехали. Применение ключевого слова self указывает на принадлежность атрибутов и методов экземпляру класса и ссылку на атрибуты. Вот в данном случае грамотно даны определения каждого, каждого, что это будет означать, что будет происходить. Мы четко понимаем. Дам в описании, дам в описании, Дима с Беларуси за пять месяцев, за пять месяцев очень хороших результатов достиг. Хотя пришел с такой кашей в голове, как написали бы, наверное, большинство людей. Как напишут про self? Это условное обозначение между программистами. Вы знаете, что это тоже есть документация, но ведь оно что-то делает, кроме того, что это просто условное. Вот тогда, когда я это прочитал, сразу ему сказал, кол с минусом. Если бы можно было поставить кол с пятью минусом, за это было бы кол с пятью минусами. Почему? Потому что, и как я привожу всегда пример, вот вы стоите перед дверью, которая закрыта. И у вас спрашивают, а это что в двери? Почему закрыта? Ну, это замок. Это такое устройство, которое просто закрывает дверь. А открыт то как? Ключ надо. Абсолютно верно. Если мы программисты, нас мало интересует соглашение между программистами. Да, мы это учитываем, что лучше надо писать сельф, чем вася. Потому что тогда будут все друг друга понимать. Но нас вообще-то интересует, что сельф это как-то связано, наверное, с экземпляром и с атрибутами. Если мы это не знаем, то это у нас выпадает. И выпадет вся логика ООП в будущем. Все. Дальше можем решать кучу примеров на каких-то сайтах. Делать какие-то вещи. Это все будет туманно. При этом конкретное понимание экземпляра, атрибута, они выпадут. Иными словами, вся логика становится у нас какой? Мутной. И мы ничего не можем. Сколько бы мы ни били, сколько бы примеров ни решали, у нас нет определения, у нас нет ключа. Мы не понимаем, с чем работаем. И что делают в таком положении программисты? Правильно. Два действия. Идут на сайт переполнения стека и копируют второе действие код. Все. Работает. Ура. Почему работает? Ну и не надо. Работает и все. Работает. Ладно. Но не будем строго относиться к Сергею. Это тогда было. Потом он пошел. Давайте сейчас возьмем за март. Март. Вот это вот задание. Начал работать. Прошло немножко времени и Сережа взялся за работу. Мы можем просмотреть. То есть, в первую очередь, тренировка параметров при исключении. Постановка задач. Обязательная работа с документацией. И он начал уже работать конкретно с документацией. Подробно описать в приложении ссылки документации можно начать первое знакомство с типа другие языки Rust, JS, Kotlin. Иными словами, он поставил себе задачу разобраться с параметрами Python и научиться писать функции на еще трех языках. Если человек разобрался с параметрами и функцией в одном языке, то на втором он точно напишет, когда будет понимать, что там смотреть. Да? А на третьем, на четвертом он уже на автомате напишет. Далее была поставлена задача получить практический навык написания функции. Ребят, опять, не примеры на сайтах. Где найти сайт, где можно сделать примеры? Есть реальные библиотеки, есть реальный навык. Вот навык, который прекрасно работает. Берем какую-то библиотеку, пишем свою функцию, которая будет работать с этой библиотекой и пишем вторую функцию, которая будет вообще обрабатывать данные. Как мы видим, у него появилась работа. Начал, конкретизация пошла. Он четко начал работать с параметрами, поставил себе правильные задачи. Конечно, потихонечку картинка начала меняться. Начало работать, взяли, допустим, пилов, импортируем из библиотеки пилов метод image. Создаем экземпляр класса, который будет импортировать фотографию нашей программы с какими-то параметрами. Создаем экземпляр класса. Создадим переменную, ссылающуюся на экземпляр класса, которая, в свою очередь, вытягивает нужные нам данные. То есть, появилась та логика программиста, начали появляться определения. То есть, дело пошло. Будет человек программировать? Будет. Итак, что же произошло? Произошло следующее, что Сергей, он начал делать работу программиста. Иными словами, начал отталкиваться от исходного кода и начал работать с реальными библиотеками и документацией. Появились наконец-таки определения. Что он понял? Он понял, что может вполне самостоятельно двигаться, и у него все получается. Сергей, теперь возвращайтесь опять к этому файлу, который вы описывали, и попытайтесь подойти именно как я показывал, с модуля, да, посмотрите, что делал там Дима из Белоруссии, и попытайтесь подойти с определений, да, с определений, попытайтесь сразу выстроить логику, взглянув, попытайтесь сразу оценить, вот вы с параметрами уже работаете, уже у вас получается, да, попытайтесь сразу посмотреть на параметры, определить то, что в классе стандартно, посмотрите и эти уроки, и выстроите логику всего класса, при этом запишите, то есть от чего вы отталкиваете, где закладывается логика, опишите, дальше проследите параметры, если вот здесь, когда вы писали, да, писали, что не понимаете, мы это разбирали уже, да, вот здесь очень четко надо определиться, да, с первоначальными параметрами класса, которые в принципе дальше везде мы видим, логика встанет на места, тогда на тот момент, когда ранее вы пропустили, да, сказали, я не знаю, но сейчас поймете, что вот этот метод, он же написан, и теперь пока продолжите работу с функциями, но возьмите теперь пандус все-таки, библиотеку пандус возьмите и вытяните там пару вещей, на которые напишите свою функцию, алгоритм тот же, первая функция должна брать данные из пандус, вторая обрабатывать, можете потом написать третью и свести первую и вторую воедино, все по принципу, что сделано здесь, если взять Django, так как вы уже читали этот файл, а, так, как сделано допустим здесь, сведено два действия в одно, при этом надеюсь, что уже научились, что документация в первую очередь нам надо понять, что это за параметры, да, и зачем они здесь нужны, какой можно сделать вывод, написать, писать, начать писать можно научить абсолютно любого человека, надо просто разобраться, что его тормозит, в данном случае мы с вами когда посмотрели первый его файл, то тут четко было видно, что на тот момент с параметрами Сергей вообще не дружил, да, ситуация потом начала исправляться, то есть пошло правильное русло, при этом все начало получаться, и последний итог подводим, почему начало получаться у Сергея, ну, опять же отвечали все видео на этот вопрос, но если подытожить, то начал работать с документацией, начал работать с с определениями, остается только продолжать работу, будет человек писать, несомненно будет, то, кто начал с этого видео, школа находится по адресу spb-tiretut.ru приходите, будем работать, писать будете. Я не просмотрел все задания Сергея, потому что, в принципе, мне картина понятна, мне хотелось поддержать Сергея самого, что у него все идет нормально, все получается, то есть дело пошло, привычки правильные приобретаются, правильный метод значит, работы с кодом, да, хотел сказать, что правильно, что он делает, он еще файл я не нашел, где он работает через исключение, это я видел, да. Расстраиваться не надо, одни приходят с нуля, очень далекие от языка, допустим, как пришел Сережа, но тем не менее, дело пошло, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, важно здесь правильно отталкиваться от документации, отталкиваться от исходного кода, но ведь это же очевидно и банально просто, ну что здесь придумывать, если мы видим, ну надо нам метод из инстанц, да, если мы хотим написать какие-то исключения, ну вот оно показано, что там придумать, вот как оно пишется, все, где это взять, только в исходном коде, у профессионалов, у профессионалов надо учиться, вот что я хотел сказать, и дальше он пошел правильно, понимаете, вот ошибка парня сразу, да, вот, немного еще заданий делал, но я бы хотел указать, Леша Черемисин, и вот, еще, сейчас возьмем, Леша, ну, сразу кол с минусом, ты сельф обошел, это сразу кол с минусом, и смотри, вот, посмотри, где тут дело, сейчас, вот как начал работать Сергей, да, он начал работать через исключения, то есть, в теле функции ведем несуществующую необъявленную переменную, такую, такую-то, и идут исключения, то есть, язык воспринимается, когда, когда мы работаем через исключения, ведь это то, что нам дает подсказки, и именно способ работы через исключения работает, ну, вот это задание, оно проверочное у Алексея, да, оно проверочное, очень четко видно, что Алексей изучал ООП как все, то есть, сначала телега, потом лошадь, иными словами, это о чем я говорю, что все знают, что такое наследование, но никто не знает, из чего строится вообще логика, да, приложения, откуда отталкиваться, поэтому описал, даже где-то поумничал, try, except, все это верно, это прекрасная конструкция, все верно, нет, зря наговорил, вижу, что исправился, исправился, пошел через исключение. Алексей, я вижу, вы прекрасно поработали, что переосмыслили, что надо исключение, вижу, что пошли, а вот с определениями беда, поэтому и мешанина получилась, смешали атрибуты класса, атрибуты экземпляра, и откуда ноги растут, теперь совершенно непонятно, пока так, пока проработали, было каша, проработали, стало понятней, но каша осталась, это 100%, мы потом поговорим, уже в отдельном видео, вижу, что стараетесь, но пока дело в каше, все пока, в каше, пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok